Добрый день! На РБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Краун-Плаза Уфа в студии Маргариты Гафарова. На 25% вырос спрос на вторичное жилье Уфе в 2020 году. При этом предложение квартир сократилось, а цены на них выросли. К такому выводу пришли специалисты Авито-недвижимость. По словам экспертов, динамика спроса на готовое жилье менялась в течение года. Так, во втором квартале наблюдалось падение на 22%, а уже в третьем начался резкий рост, достигший 57%. Структура спроса не изменилась. Чаще всего покупатели выбирают двухкомнатные квартиры, на них приходится 38% сделок. Однокомнатные квартиры составляют 36%, спроса трехкомнатные – 18%. При этом предложение в этом сегменте в течение года последовательно сокращалось. Мы все еще продолжаем наблюдать повышенный интерес к покупке жилой недвижимости, однако темпы спроса замедляются. Отсюда можно сделать вывод, что увеличение цен на жилую недвижимость начинает постепенно компенсировать повышенный спрос, и рынок постепенно движется к равновесию. Однако пока еще сложно сделать прогноз, когда стабилизируются показатели спроса и предложения. При этом количество объектов, выставляемых на продажу, пока не растет. Поэтому настоящее время по-прежнему представляется удачным моментом для продажи вторичной недвижимости по рекордно высокой стоимости. По словам представителей регионального рынка недвижимости, сейчас в Уфе основная часть ликвидных квартир в новостройках также распродана, и к концу года фокус покупателей сместился на вторичное жилье. Готовые квартиры рассматриваются как способ вложения денег на фоне снижения ставок по депозитам и недоверия к таким инвестиционным инструментам, как валюта и ценные бумаги. В индустриальном парке Уфимский может появиться новый инвестор. Площадку рассматривают под производство оборудования для гидравлических разрывов пластов. Как отметил инвестор, это будет уникальное предприятие, аналогов которого нет в стране. Продукция будет идти по направлению импортозамещения. Производство намерено разместить на 5000 квадратных метров и создать 90 рабочих мест. На данный момент уже подписаны соглашения с двумя потенциальными резидентами индустриального парка. Компания Arm Steel планирует выпуск стальных 10-проволочных канатов. Второе предприятие у Тека собирается наладить производство нефтегазового оборудования. Собственные доходы государственных учреждений культуры в 2020 году упали в два раза. Главной причиной сокращения стали ограничения, введенные из-за пандемии, отметила министр культуры Башкортостана Мина Шафикова. Напомню, в апреле и мае все театры, музеи, концертные залы, кинотеатры в республике были закрыты. В сентябре они возобновили свою работу, но с ограничениями. Так, зрительные залы разрешалось заполнять лишь наполовину, а к концу года и вовсе только на 30%. В итоге общая сумма внебюджетных средств театров, галерей, филармонии региона в 2020 году составила 241 миллион рублей. Для сравнения, в 2019 году они заработали 446 миллионов рублей. Это более 50% средств, но я должна отметить, что наши учреждения никоим образом не пострадали, потому что им была оказана поддержка. Понятно, что внебюджетные средства они направляются учреждениям на развитие самого учреждения, и мы постарались, чтобы они не были ни в чем ущемлены, и данные доходы, пусть и частично, но они были компенсированы из бюджета республики Башкортостан. По словам же вице-премьера правительства республики Азата Бадранова, финансирование отрасли за последние годы увеличилось, в том числе и за счет привлечения федеральных средств. Так, в 2020 году привлечено 355 миллионов рублей, в том числе 219,5 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Культура», что в 1,8 раз больше по сравнению с 2019 годом. Причем в рамках нацпроекта «Культура» эта сумма увеличилась в три раза. На 2021 год уже привлечено 279 миллионов рублей, но это не окончательная цифра, так как не все конкурсы завершены, отметил вице-премьер. Сегодня в 17 часов состоится Общереспубликанское родительское собрание. Отвечать на вопросы родителей будет министр образования и науки Айбулат Хажин. Встреча пройдет в формате онлайн-дискуссии и будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале Министерства образования и науки и в соцсетях. К диалогу с министром также присоединятся представители родительского сообщества и образовательных организаций. Речь пойдет о психологической работе с детьми, как находить с ними общий язык, умению правильно выстраивать контакты в семье. Впервые подобное мероприятие проводилось в республике три года назад. Тогда оно имело формат родительского форума. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Продуктивные пятницы. Всего доброго. Продолжение следует...